Всем привет, с вами Юля. На снятие этого ролика меня вдохновило шоу Топ Модель. Вообще в детстве я помню, как смотрела Топ Модель по-американски с Тайрой Бэнкс. В то время не у всех были компьютеры, а за интернетом ходили в специальные интернет-кафе. Так что такие шоу были как глоток свежего воздуха. В 2011 году на экраны вышло шоу Топ Модель по-русски. Я посмотрела первые пару серий, но если честно, не совсем поняла, что к чему. Почему? Если это адаптация американской версии проекта, то почему тогда ведущей взяли Ксению Собчак? Она никакая не модель, я, конечно, против нее ничего не имею, но я действительно не поняла, что к чему. И эти конкурсы, и вообще общение с моделями выглядело это очень скучно. В 2018 году появилось шоу, если можно так назвать, Топ Модель по-белорусски. Сама я из Беларуси, и мне стало очень интересно посмотреть, что же там такое наснимали. У нас, к сожалению, в стране с шоу-бизнесом напряженка. Я ожидала всего, что угодно, но вот это все можно было назвать, снимают они, а стыдно мне. Обычно как происходит? Вначале нам показывают серию кастингов, а потом одна серия, одна неделя, и в конце выгон. Я же наблюдала, что кастинги, заселения, вроде даже какие-то конкурсы в течение нескольких серий, это было очень не связано, очень непонятно, без начала и конца каждая серия. Серии, кстати, выходили на YouTube. И вообще это все выглядело так, как будто бы снимал молодой блогер свои влоги, еще не определившись с форматом, и даже звук там записывался на камеры, на которые снимали. То есть стоял такой гул, и вообще было непонятно, кто что говорит, вообще о чем. В общем, очень все было странно. Я очень была огорчена и с большими квадратными глазами прекратила любые просмотры. Не помню, как я узнала, возможно, нагуглила, да, скорее всего, это было так. Решила посмотреть, может быть, в Украине есть подобное шоу. Да, действительно, такое шоу было. Я с удовольствием решила посмотреть. Конечно, из украинского шоу-бизнеса я не знаю никого, но это мне никак не помешало начать просмотр. И первые три сезона назывались «Супермодель по-украински». В общем, я влюбилась в этот проект, очень круто снят, классные нарезки, крутые шутки. Я смотрела шоу везде, даже на кухне, несла туда ноутбук и во время готовки продолжала просмотры новых серий. Как-то предложила мужу посмотреть вместе, но он отказался со словами, что моделинг это не его сфера, он вообще ничего в этом не понимает, и вряд ли ему это зайдет. Но я продолжала смотреть и продолжала. Как-то сижу дома шью, а на фоне идет проект, и муж сидит рядом, занимается своим, и краем уха тоже слушает. Ну а потом его интерес возрастает, и он начинает смеяться со мной вместе. И так мы начали смотреть «Топ-модель по-украински» вместе. Ой, короче, я решила пересмотреть это шоу полностью, и решила посмотреть его вместе с вами, поделиться эмоциями какими-то своими комментариями. Думаю, это будет интересно. Поехали! «Супермодель по-украински», первый сезон. Ой, заставочка пошла. Музыка, такое ощущение, что это было, как вчера. Аллочка такая красивая. По стандарту такие проекты начинаются с кастингов. Это не исключение. Нам показывают в начале кастинг, и там было много всего. И много странностей, фейлов, и обнимашек с жюри, и конкретного неуважения к ним. Семь часов я уже сижу. Мне просто интересно, вот вы хотите, чтобы за минуту вас удивили. В жюри проекта выбраны Алла Костромичева, украинская модель мирового уровня. Соня Плакидюк, фэшн-фотограф, сотрудничала с такими известными брендами, как Харперс Базар, Космополитен, Плейбой, XXL, Фьюджи Филм, Лореаль и другие. Сергей Никитюк, профессиональный скаут. И Ричард Горн, хореограф, постановщик и дизайнер. На кастинге отобрали 30 участниц, которым нужно было пройти первое испытание, фотосессия в фотобудке. И только 15 участниц, только половина продолжит дальнейшее участие в проекте. После этого девушек ждало их перевоплощение. Я очень люблю такие моменты смотреть. На этом этапе сразу понимаешь, кто есть кто. Какие-то девушки сыпятся, покидают проект, отказываются от новой прически. Но в этом сезоне все прошло более-менее гладко. И участницами первого шоу «Супермодель по-украински» становятся, я покажу девушек до и после их перевоплощения. Алена Рубан, Анастасия Морозова, Анна Кристина Приходько, Анна Нагорная, Дарина Табачник, Дебора Леонова, Ирина Журавлева, наша модель плюс, Татьяна Брык, Валерия Кошарева, Влада Печерицына, Влада Роговенко, модель с ростом 156 см, Яна Грибачева, Лена Радченко. И в лидеры я номинирую Таню Брык и Алену Рубан, а фавориткой из первого взгляда становится Влада, которая Роговенко. На первой модельной неделе девушек ожидала фотосессия в цветочной оранжере в образах цветов и растений. Фотографом была наша Соня из состава экспертов. Если честно, мне вообще не импонируют такие съемки, я не понимаю их сути, цели, для чего это все делается, но возможно эта съемка была первой из Сони для того, чтобы одна из экспертов поближе познакомилась с участницами и, скажем так, пощупала их. И тут я хочу акцентировать ваш взгляд на двух участницах, на Дарине и Карине. Вот на ваш взгляд, как вы думаете, кто из них выглядит более женственно? И я сейчас не про образы, которые им подобрали, а в принципе про женскую энергетику. Свои комментарии оставлю за кадром. Вторым испытанием на неделе стало дефиле прямо в аэропорте. Девочкам ничего не объяснили, дабы посмотреть, как они реагируют на экстремальные условия. И проект покидает Лена Радченко. Честно, для меня это очень неожиданно, потому что она очень красивая, у нее запоминающаяся внешность, но модель должна быть не только уникальной, но и послушной, в хорошем смысле слова. Так что, можно сказать, сама виновата. Но я очень удивлена. Я очень хорошо ее помню, пересматривая серию, не ожидала, что ее выгонят самой первой. Кстати, в этом шоу придумали свой подход к выгону. Эксперты сообщают участницам, в какую дверь зайти, в правую или в левую, и участницы узнают о решении экспертов, лишь зайдя в комнату. Бедные нервы девушек, я им действительно сочувствую, мне их очень жалко, но со стороны зрителя классный ход. Вторая неделя началась со стройки. Девочек привезли на стройку, их ожидала фотосессия в этой же тематике. И вот такие съемки я уже люблю. На вопрос, для чего, есть простой ответ. Показать и продать работающую специальность. И тут девочкам объявляют, что лучшая из них получит иммунитет и точно не вылетит на этой неделе. Иммунитет достается Ане Нагорной и посмотрим, пригодился ли бы он ей впоследствии. Следующее задание недели представляет Алла. Она дает мастер-класс по дефиле, а затем последовало реальное дефиле с сюрпризами. Постановкой руководит Ричард. Подиум девочкам сразу в лоб дают сложный. Но для того, чтобы продемонстрировать, что его все-таки пройти можно, пример показывают Алла и Ричард. А девочки тем временем воодушевленно поковыляли следом. На отборе очень жестко прошлись по Ане. Сказали, что иммунитет ей достался, потому что она слишком пытается понравиться мужчинам. А это конек немного другой профессии. Я не делаю ставок на Аню, вообще не вижу ее в этом проекте, но мне кажется, ее прям очень жестко раскритиковали. И проект покидает Дебора. Все девочки в шоке, они говорят, что это самый нормальный человек на проекте. Но по ходу задания она была действительно самой слабой. И да, у нее очень яркая внешность, но нужно уметь подать ее. Четвертую серию мне так и не удалось посмотреть, но на третьей неделе проект покинуло сразу две участницы, как я поняла. Это Настя Морозова и Яна Грибачева. Настя же сама отказалась от дальнейшего участия в проекте. Четвертую неделю открывает Ричард, который приходит в гости к девочкам в модельный дом и начинает утро с занятий по спорту. И это все превращается в какой-то труслет, в бег с препятствиями, где девочки ползают в грязи, плавают на лодке. Ну, говорит, лицом заныривай, давай, ныряй. Как нырять? Лицом? Раз, два, вот так. Красотка! Журавлева, конечно, там подзатонуло немного у нас. И сразу, как говорится, из грязи в князи. Вы прямо сейчас начинаете дефиле. Ира Журавлева побеждает в дефиле, набрав большее количество зрительских голосов. Хотя на соревновании именно за нее команда проиграла. Вот такой вот поворот. Настоящий зритель сам проголосовал. Вот видите, она близкий персонаж, такой близок к народу. Она действительно интересна. Так как неделя спортивная, девочек ожидала фотосессия в этой же тематике. Кто-то занимался боксом, кто-то фехтованием, гимнастикой. Вообще у девочек началось время, когда нужно постоянно собирать, паковать вещи. И куда-то ехать здесь и сейчас началась самая жара. И самое главное, сохранять спокойствие и правильно тратить свою энергию. Проект покинула Карина Минаева. Очень жаль, что на проекте дается так мало времени для раскрытия себя. Пока девочки поймут, что к чему, они уже покидают проект. Но, увы, проект имеет тоже свои рамки. Поэтому и выявляются сильнейшие. Пятая неделя началась романтично. Девушки отправились во Львов. Я обожаю этот город. Была там несколько раз. Он действительно романтичный и очень-очень красивый. И вот на перроне одну из участниц ожидал парень с цветами. Романтик плавно переходит в интервью с участницами, где им задают вопросы о их личной жизни. Девушки так непосредственно и открыто отвечают на вопросы. Чует моя попа, что будет потом разбор полетов. Все на проекте не просто так. Так, заведение мяса и справедливости. Какая ностальгия. Конкурсанткам сделали небольшую экскурсию, а после к ним пришла очень злая Алла. И да, я была права, сейчас будет а-та-та за то, что девочки наговорили на интервью. Красотки, за вас, короче. Чтобы у вас там... Ой, хорошо пошла. Чтобы вот это, стоял и деньги были. Да. Ой, это... Это мужской-то снайпать. Ну да. Давай. Жесть какая-то, честно. Я не веду себя как бычка. И на стул я дохи не ложу. Влада мне очень нравится, и возможно Алла немножко перегнула палку в своей пародии. Но на самом деле одно неверно сказанное слово или не та подача на интервью могут сложить о человеке совсем не тот образ, который хотелось бы. Стереотипов у народа много, ему дали что-то пообсуждать. Когда Костромичева сказала, что мы едем во Львове, ну, честно, у меня столько радости было. Давайте еще раз отмотай там... И вот наглядный пример, когда симпатичная девушка превращается в бабку с темками под пастиком. Ну, прям очень забавно было посмотреть на это интервью, но на самом деле более ценно и полезно были советы Аллы. Два действительно вопроса, на которые не хотелось бы отвечать. Если вам интересно, можете самостоятельно посмотреть шестую серию. Девушек привозят во дворец Потоцких. В одну из поездок я жила недалеко от этого дворца, чему была несказанно рада, потому что там снимали одну из сцен из моего любимого фильма про мушкетеров. Вообще, моя любовь к этому городу, наверное, тесно переплетается с тем фактом, что там снимали большее количество сцен этого фильма. Конкурсанток ждет дефиле в очень экстравагантных образах. Если честно, мне вообще они не нравятся. Ни фасон, ни цвета, ни ткани. Но ладно, я тут свое мнение оставлю при себе. Дефилировать девочки будут с собачками. Это действительно очень сложный атрибут. Помимо того, что тебе нужно следить за собой, красиво и правильно себя подать, нужно еще обращать внимание на живое создание рядом, чтобы оно было спокойным, никуда не убегало. Анна Кристина все сделала идеально, но если сравнивать с другими участницами, возможно, ей в этом помогла встреча с ее молодым человеком, кто знает. Из милоты нас кидают в место не для слабонерванных. Участниц ожидает новая съемка. Помимо того, что на девушек надевали реальное сырое мясо, им нужно было ждать в своей очереди часа 2-3, и 100% они мерзли, а локация была... Пара-па-пам! Холодильная камера с тушами. Если честно, сколько бы сезонов я не смотрела, очень хорошо помню эту съемку, и поражаюсь, как давно это было. Это было в самом начале, в самых первых сериях. Очень серьезная съемка, и эмоционально, и физически. И, конечно же, на задании сложнее всего было Анне Кристине. На этой неделе не обошлось без скандалов и интриг. Владислава ездила сдавать экзамены по учебе, и на отборе будут оценивать лишь одну ее эту работу. Перед съемкой последней девушки, Дарины, она подходит к ней и пристает, говоря, что у нее нет высшего образования. Сначала я не поняла, зачем, но потом до меня дошло. Владислава боится вылететь с проекта и решается на отчаянный поступок, пошатнуть эмоциональное состояние одной из участниц, чтобы та провалила испытание. Весело. Очень, как бы это слово подобрать, высокоинтеллектуальный подход. И, как ни печально, проект покидает Дарина. Не потому, что у нее было самое худшее фото, просто так получилось. Вы самое слабое звено. Прощайте. Началась шестая неделя на проекте. Еще один излюбленный ход таких шоу – это фотосессия с насекомыми, ящерицами, змеями. Девочки должны побороть свой страх и сделать классный кадр. Вообще, у меня была тоже такая ситуация в жизни. Мне нужно было сделать фотографию с лягушкой маленькой и положить ее на лицо. Я даже дотронуться до нее боялась. Просто визжала, рыдала. Но когда переборола свой страх, мне было уже вообще не важно, где эта лягушка находится. Просто жуть. Владе очень повезло. Ей достался огромный таракан. Вот говорю сейчас, и мне вообще самой противно. Я помню, как в детстве мы травили тараканов. Тараканы не предвещают ничего хорошего. Тут нужно сфотографироваться и сделать классный, такой эстетичный, воодушевленный кадр. Фу, просто unreal. Приключения во Львове продолжаются, и девочек привозят на локацию недалеко от ресторана «Мясо и справедливости». Именно с этого балкона спрыгивал. Д'Артаньян. Ну, не могла не сказать, простите. Это дефиле тоже получилось очень запоминающимся. Я тоже запомнила его очень надолго. Участницам сделали образы призраков, и им нужно было спускаться по канату вниз к земле, изображая летящее привидение. Влада молочинка. У нее выдалась просто сложнейшая неделя, но она боевая. Ого, я не хочу вниз смотреть. Так, Влада, давай. Прыгнула Карина, прыгнула Ира. Думаю, ну что, я не смогу? Что, блин, хуже всех? Так, ничего себе не случится. У меня крепление, у меня все нормально, все замечательно. Как-то не зря я столько акцентов сделала на Владе, потому что на отборе ее также отметили эксперты, похвалили и дали ей иммунитет. Когда я первый раз смотрела это шоу, и когда я узнала об этой новости, я искренне радовалась за Владу, потому что очень сильно за нее болела. Видимо, неделя оказалась действительно сложная, поэтому проект не покидает ни одна участница, их снова остается девять. Медленно, но верно мы двигаемся дальше. Девочек ожидала романтичная съемка в поле с лошадьми, где каждая из них должна была быть в гармонии с другими. В таких съемках очень важно продать не себя, а общий концепт. После участниц отвезли на ферму, вручили им лопаты, ведра и сказали убираться. Не все адекватно приняли такое задание, и некоторые даже не напрягались. А в итоге Ричард объявляет закрытое голосование, на котором девочки на бумажке должны написать имя той, которая меньше всего работала. И девочки проголосовали против Иры, которую эксперты на прошлой неделе практически выгнали. Девочки были против Иры уже достаточно давно, и при первом же случае показали это. Увы, но нам сообщают, что Ира, против которой проголосовали, должна будет покинуть проект, но перед этим поучаствовать в завершающем неделю дефиле. Все в шоке, я в шоке. Дефиле проходило в деревенской локации, где зрителями были местные жители. Участниц попросили подобрать наряды самим, а на вешалках висели традиционные аксессуары и одежда в перемешку с кутюрными нарядами. Это мне даже немного напомнило модный приговор, где девушка вначале подбирает себе образ сама, а после выходит на дефиле и демонстрирует образ стилистов. Ну, тут получилось так же. Девочкам поменяли образы и устроили второе дефиле. Ира начала просить у всех прощения и умолять экспертов, чтобы ее оставили на проекте. И все-таки она его покидает. Ой, круто! Я очень помню следующую съемку. Она получилась достаточно эмоциональной для некоторых участниц. Их нарядили в образы ведьмной шафоти, но у каждой была разная эмоция для трансляции. Кто-то справился, кто-то нет, кто-то даже кричал. В общем, все средства хороши для получения классного кадра. Цирковое дефиле, сложное, на ходулях. Перед девочками стояла задача не просто хорошо, успешно пройтись, но еще и показать эти веселые эмоции. И тут либо было очень круто, либо очень напряженно. Проект покидает наша царевна Анна. Видимо, для модели красота не так важна, как гибкость в перевоплощениях. А кто отлынивал от работы на ферме, так это она. Череда испытаний на выносливость не прекращается, и девушек ждет необычная съемка. Идите ближе, тут везде одинаково пахнет. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы хотели искупаться в море? Да. Сейчас у вас будет такая возможность. Но это будет не обычное море. Это будет море рыбы. Вот честное слово, рыбу люблю, к ней никакого отвращения нету. Но я просто представить себе не могу тот запах, который витает в воздухе. И помимо всего этого, в какой скользкоте, придумала новое слово, девочкам нужно будет создавать шедевральные кадры. Съемка прошла, но Аля не все понравилось, поэтому она решила показать, как надо. Где-то она говорила и показывала. Классно, реально. А где-то, я считаю, немного заезженное модельное фото, как в каталоге, например, для часов. Время дефиле. И тут, как всегда, все очень сложно. Да, дефиле по мокрому пирсу, где на точке на тебя еще какая-то пена внезапно вытекает. Но я говорю о следующем. Нет взаимодействия с материалом. То, чего хотелось бы от них дебить. Столько можно провести ассоциации, как будто бы это снег. Нам сразу же сказали, что вы должны помнить, что вы прежде всего модели. Мы вели себя, соответственно, очень сдержанно. Минимум эмоций, чтобы не было никаких замечаний. Эта проблема присутствовала, присутствует и будет присутствовать на протяжении всего проекта. То эксперты ожидали каких-то эмоций вместе, где можно было обойтись и без них. То вместе, располагающим к нестандартному дефиле, девочек ругали за лишнее моргание глазами. Вот этого момента я как-то не могу понять. Объясните мне, пожалуйста, кто-нибудь. Проект покинула Лера. Если честно, я вообще очень удивлена, что она так далеко зашла. Потому что я ее вообще не помню, но зато ярко помню. Лену, которая ушла самой первой. Вот как такое происходит? Очередную модельную неделю открывает показ, в котором девушки должны продефилировать в узких юбках. Нужно было изобразить русалок, которые выходят из воды и превращаются в прекрасных девушек. Походка сейчас очень похожа на Шарли Сторон в Диоре, когда она идет в золотой. О, так она же там тоже раздевалась. Как-то Влада, моя дорогая, немного подкачала. Точнее, я придираюсь только к ее правой руке, которую она, наверное, не успела отцепить, когда раздевалась. Алена Рубан меня здесь очень удивила. Не то, чтобы я от нее не ожидала, я до сих пор Алену считаю самой сильной участницей. Но каждое испытание для девушек это сюрприз, которому подготовиться практически невозможно. И снова рука-лицо. Смотрите-ка. В тихом омуте черти водят. А кто-то из вас может представить, что вот так вот к нам шла Анна Кристина на кастинге? Нет. Вот такой вот походкой. Нет, нет, нет. И вот, Соня, получай. Мне кажется, те, кто монтировали это, смеялись просто в голос. Просто на кастинге на Анне Кристине была невидимая юбка. И тут уровень градусов поднимается. Снова появляется ее ухажер, что неожиданно, так как съемка уже происходит не во Львове. И парень делает ей предложение. Что-то Анна Кристина не рада. Что? Правду Соня сказала в тихом омуте. То она рыдает при встрече, то и видеть вообще не хочет. Мне кажется, либо у них что-то во Львове произошло, они поругались или еще что-то. Или она не хотела выносить такое личное на экраны. Не каждая девушка мечтает о том, чтобы прокричать о предложении на всю страну. Ну или проект ей дал уверенности в себе и увидев его, она поняла, что она стоена большего. Хотя парень неплохой, добрый и, видно, любящий. Ну что за шоу без драмы? После неудачного предложения девушек отвозят в ювелирный магазин, где девушек ожидает фотосессия с Соней. Самыми яркими, по моему субъективному мнению, получились Алена и Таня. Это одна из сложнейших съемок, в том плане, что она портретная и, можно сказать, объектная. У всех прослеживалась одна и та же поза, которую потом Соня назвала поза частушки. Но это и неудивительно. Эта поза прослеживалась на протяжении всего проекта, но когда нет опыта и насмотренности, а формат съемки такой обрезанный, лицо и луки, то немудрено, что вылазит эта поза. Ничего не предвещало беды, как к участницам в кафе подъезжают машины с мигалками, и парни в балаклавах сажают их и увозят куда-то. Вот честное слово, пересматривая на сегодняшний момент, у меня совершенно иное впечатление от просмотренного. Первый раз я просто смотрела, а сейчас мне очень жалко этих участниц. Вдруг у кого-то проблемы с сердцем, рейтинги рейтингами, ну а как же человечность? Как по мне, слишком затянутый розыгрыш над молодыми девочками. Алла смеется, потому что не видела реакции девочек, когда их забирали. И это все только прелюдия перед испытанием, хотя, на мой взгляд, девочки уже давным-давно прошли свое испытание. Съемка в стиле 20-х мне понравилась. Образы получились достаточно живыми, интересными и не театральными. Я поняла, кого мне напоминает Алена. Эрика Герцог, как вам? В некоторых кадрах проекта мне прям очень напоминает. Вот мне аж прям легче стало. И моя Влада снова перенервничала перед Соней и получила наихудшие результаты. Увы, когда человек оставит максимально для него комфортное условие, он расслабляется. Влада, мне будет тебя не хватать. Пятеро девушек, оставшихся на проекте, ожидала съемка в стиле Бонни и Клайд. Клайд. Что вы знаете о Бонни и Клайде? Сережа все-таки объяснил девочкам, кто это такие. И на площадку выходит мужчина. Парная съемка. И тут у Анны Кристины тоже могут возникнуть проблемы. И да, ее сразу же показывают. И да, проблемы есть. Но совершенно не в партнере. Он занят и крутит баранку. Сложность состояла в том, что ей нужно было показать, будто бы она стреляет. И ей это нравится. А насколько мы помним, она против всего этого. И съемка с мясом ей далась тоже сложно по такому же поводу. Лучшей в съемке была Таня, за что ей в награду дают встречу с мамой. И это очень мило, особенно когда девочки не видели родных уже длительное время. Остальные впали в уныние, но Алла пришла и все порешала. Тут меня даже накрыло нереальные эмоции. Я безумно рада за девочек. С родными повидались? Можно и пошалить. Я думаю, так думали сценаристы и режиссеры. Съемка в белье с тремя полураздетыми парнями. И тут уверенность девушек оставалась за порогом в студию. И Ане Кристине снова было очень сложно. Настроилась, что я буду вся такая эротичная. Мне кажется, проект сложнее всего дается именно ей. Она столько раз через себя переступала. Но самое главное делать это с какой-то целью. Если ты хочешь быть моделью, ты должна понимать, что твое тело, оно как бы тебе не принадлежит. В хорошем смысле слова. То есть, если какой-то показ происходит, даже самых знаменитых брендов мира, тебе не будут искать укромное место для того, чтобы ты переоделась. А за кулисами порой присутствуют разные личности и взрослые дяденьки в том числе. Соглашаясь идти на конкурс, ты соглашаешься на абсолютно все. Ну, понятное дело, в рамках приличного. Но тут и не просят девочек раздеваться. Я это все могу скинуть на юный возраст участницы, на то, что у них еще не было никакой близости с противоположным полом. Поэтому даже слово страсть некоторых гоняло в краску. Ну и на этой горячей ноте проект покидает Анна Кристина. Таня, Алена, Арина и Влада отправляются в Париж. По приезду в модную столицу девочкам выдают конверты с деньгами и говорят, что эта сумма им на неделю. Больше денег они не получат. 100 евро. Ну, может, на тот год, когда снимали этот проект, этой суммы было бы и достаточно. На сегодня я не представляю, как бы хватило этих денег на неделю в Париже. Алла сказала, что этих денег должно им хватить на проезд метро и питание. Ну, в принципе, может быть и возможно. Я не знаю, сколько сейчас стоят билеты в метро. Может, полтора-три евро. И если покупать еду не в центральных супермаркетах, возможно, и можно. Первое испытание участниц в Париже – съемка на территории бизнес-центра в образе девушек из будущего. Нет. Неужели сама королева Карина скопировала нищебродку в виде меня? Милота. Вообще у Карины такие четкие линии лица, что активный макияж глаз у меня вызывает плохие ассоциации. Баба-яга. Извините, не хотела никого обидеть. Вот как-то по-другому она смотрится без макияжа глаз. Карина очень симпатичная девушка, но не все ей образы идут, а в некоторых она вообще смотрится нелепо. Влада – заложница одного образа. Вот на протяжении всего проекта ее одежда, макияжа менялись, а лицо – нет. Следующее испытание – фотосессия в поле. Нихрена я не знаю о француженках в поле. Все, что вам нужно знать об этой съемке. И еще одна зарисовка на тему того, какой Влада искренний и открытый человек. Ай, ну что тут скажешь. Как воспитали. Я думала, мы уже достигли дна, но это не предел. Влада, сговорившись с Кариной, уговаривают Алену подставить Таню. Возможно, Таня себя и вела как-то не так, но это в эфир не попало. Зато нам показали, как часто Таню хвалят эксперты, и как ей завидуют Влада и Арина до позеленения. Алена же спокойно работает в свою работу, делая акцент на себе, благодаря чему продолжает расти. Я не ожидала, ты очень изменилась. Подожди, как я изменилась? Ну, того общения, что было раньше, вы тоже измените. У Влады, наверное, немного стрессовое состояние. У нее в голове произошла замена понятий, что такое хорошо, а что такое плохо. По итогу у Влады была самая лучшая, по мнению Аллы, фотография. И на следующем испытании, дефиле в замке, Владе дали возможность выбора наряда. Показ не сразу пошел гладко, и Алена, на которую делали ставки, очень залажала и несколько раз. Что странно, потому что подиум и проходка были незамысловатыми. Карина вроде бы заболела и в своей проходке куда-то постоянно спешила. Владу тоже раскритиковали за зажатость. На отборе очень жестко прошлись по Владе, но проект покидает Карина. Три финалистки в Киеве, их ждут последние испытания. И мы наконец-то узнаем имя той, которая подпишет контракт с самым известным модельным агентством в мире. Самая сложная съемка в проекте, как сообщает нам Алла, съемка с образами разных стихий. Влада была ветром, ее подняли ввысь, а в подвешенном состоянии очень сложно двигаться, особенно если нет физической подготовки. Тане досталась стихия воды. Это сложно открывать глаза под водой, и не важно, какая вода морская или в бассейне с хлоркой. И Таня огромная молодец, она справилась. Алена огонь, и мне показалось, что это проще, чем у других девочек, потому что ее не поджигали, не поливали ничем горячим. Ее просто красиво нарядили, поставили в огненный круг, и ей просто нужно было сделать работу красиво. И тут настает момент, когда одной из участниц нужно сказать нет. И у меня шок. Быть в тройке, это быть победительницей. Таня в последних испытаниях была лучшей, а Владу же весь проект раскачивали и пытались выдавить хоть какой-то результат. И в итоге выбывает Таня перед самым финалом. Простите, но это несправедливо. Если все дело в бедрах, то это все исправляется со временем, хотя в конце Сережа там что-то сказал про школу, которую ей нужно закончить. Возможно, он просто не хотел брать на себя такую ответственность. Но все-таки Алене 19, Владе 17, а Тане только 16. Скорее всего, на этом этапе сложность действительно именно в возрасте. А я видела в финале Таню с Аленой. Влада не может поверить своему счастью. Мне кажется, она не понимает, что с уходом Тани победительница предопределена. В заключительный показ проекта пригласили всех участниц. Эксперты делятся с нами своими впечатлениями о каждой участнице. Они, в свою очередь, рассказывают о том, как повлиял проект на их жизнь. Алена Рубан. Вот так первый сезон «Супермодель» по-украински подошел к концу. И, наверное, самое интересное, а что же стало с участницами после проекта. Безусловно, такие проекты дают ребятам хороший старт и резкий взлет. Но в реальной жизни нужно рассчитывать только на себя. Хочешь – работай, не хочешь – выбор твой. Таня Брык сразу после окончания съемок окунулась в работу. Это был нелегкий период. Выпускные экзамены в школе, поступление в вуз, дефилей, фотосессии. В то же время девушка серьезно занимается фигурой. После проекта она похудела аж на 10 килограмм. Карина Данилова. Она единственная, с кем подписал контракт «Кеймоделс», кроме Алены Рубан. Сразу после окончания съемок она активно включается в работу. Была на «Ukrainian Fashion Week», участвовала в показе Артема Климчука. Потом Mercedes-Benz Fashion Week в Киеве. Вместе с Печерицыной они отработали 7 показов. В 2015 году Сергей Никитюк помог Карине получить контракт на работу в Китае. И она уехала в Пекин. Влада Роговенко. После завершения проекта ей так и не удалось построить успешную модельную карьеру. Агентства отказываются работать с девушками, у которых рост ниже 170 сантиметров. Однако теперь у нее новая цель – съемка в кино. Влада Печерицына. Сразу после съемок она занялась моделингом. Ее взял под свое крыло Сергей Никитюк. И она работала в его модельном агентстве «Шарм». Первый показ Печерицыной после проекта был на «Ukrainian Fashion Week» у Артема Климчука. Далее опять дефиле на «Mercedes-Benz Fashion Week». Алена Рубан. Она снялась для обложки «Pink», став первой украинкой за всю историю журнала, чье фото было опубликовано на главной странице. Кроме этого, девушка приняла участие в «Ukrainian Fashion Week», дефилюра на показах лучших украинских дизайнеров. А спустя несколько недель она отправилась в Париж, чтобы заключить контракт с модельным агентством «Merlin». А на этом я завершаю свой краткий обзор первого сезона «Супермодель по-украински». И очень надеюсь, что он вам понравился. Я очень много сил и времени потратила для того, чтобы собрать весь этот материал. Хотелось бы показать и рассказать вам гораздо больше, но пыталась подать максимально сдержанно и интересно. А теперь я с вами прощаюсь, всем хорошего настроения и пока-пока!